Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые слушатели. Это программа «Разворот». Сегодня проведу я, Олег Пека. Сегодня у нас очень интересный гость, прекрасный, удивительный, голосом которого разговаривают с читателями, писатели, ну, можно сказать, практически всей Европы, поскольку это наш латвийский переводчик с итальянского, литовского, испанского и даже каталонского языков, да, Цемейре. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Ну, это всё-таки не вся Европа. Ну, почти, потому что, ну, и если перечислять писателей, Умберто Эко и Александро Барико и огромное количество других не менее прекрасных, известных писателей, которых вы переводили, вот переводчик, он в какой-то степени, получается, соавтор, соперник, я уж не знаю, как это, какие отношения у вас с автором, любовь, ненависть? Там можно найти самые разные метафоры, как это обозначать. Да, это переводчик, он соавтор, он в каком-то смысле зеркальное отражение автора, в каком-то смысле переводчик-актёр, который играет автора, который, ну, пытается повторить все его текстуальные движения. Или, может быть, как, ну, как музыкант, который играет сочинения, которые же кто-то уже написал, и делает свою интерпретацию, как когда получается, точно, менее точно по нотам, живо или не очень, с душой или нет. Нет, это как кому и как, когда получается. Но получается ведь, что эти книги действительно говорят вот через вас, вашим языком, и нет ли какого-то, иногда бывает чувства, боже мой, ну зачем он это сделал? Вот я бы оставила этого героя в живых, а тут бы там что-то вот, то есть, вторгнуться, не знаю, искушение вторгнуться в эту ткань повествования. Бывает, бывает по-разному. Есть некоторые такие авторы, которых я, ну, очень обожаю и люблю, и не обзываю плохими словами, но бывает и так, что я, ну, когда просто как читатель читаю книгу, всё хорошо, а потом через какое-то время начинаю переводить, и это совсем другое чтение. Ну, как будто, когда я читаю просто как читатель, я, ну, арпус. А потом я вижу всё, что там внутри в тексте, где что-то не сходится, какие-то детали, или что-то лишнее кажется, и вот тогда иногда я очень сержу авторов. А потом снова всё хорошо, когда заканчиваю перевод, хорошая книжка, всё в порядке. Насколько нужно для этого, для хорошего перевода погружаться ведь и в мир, который создаёт писатель, или там же может быть огромное количество каких-то просто слов, обозначающих какие-то детали, предметы, которых, может быть, в нашей жизни нет, мы их не знаем. Просто есть очень хрестоматийный пример, когда переводили, по-моему, малыша и Карлсона, там, вот, советская переводчица, есть её воспоминания, она прибегала к мужу, это были же советские годы, 60-е, она говорит, что такое гамбургер, вот они не могли плюнуть, ну, гамбургер, гамбургер, ну, давай плащ, потом она, значит, дальше переводит, переводит, говорит, всё очень плохо, он его съел. Ну, и вот, значит, вот, да, вот этот момент, да, вот что, вот, бывают ли какие-то такого рода моменты, когда вы не знаете этого слова, это какое-то жаргонное словечко, какие-то вообще… Теперь всё намного проще, теперь у нас интернет, не надо бежать к мужу в кухню спрашивать, вот что такое гамбургер, мы просто можем гуглить всё, и все жаргонные слова там, и главное, что очень легко общаться с людьми, которые, ну, носители этого языка, когда есть какие-то проблемы, я, ну, могу писать и автору, и это просто, потому что у нас интернет, я могу писать своим друзьям, то есть у меня есть какая-то сеть людей, которые мне помогают, когда что-то неясно, ну, но главное, что есть, ну, интернет, где можно найти все реалии, где есть карты, мне надо видеть, например, если, ну, город реальный, я хочу видеть, как эти персонажи там ходят, или мне всё надо увидеть. Это интересно, это игра в каком-то смысле, может быть, я теряю время, но зато мне самой интересно это делать. И каждый текст, он же не состоит только из слов, которые в этом тексте, всё то, что автор в своей жизни читал, слушал, ел, ну, там вся его история, значит, ну, надо стараться там и интервью читать с ними, понять автора и понять контекст каждого текста, это очень интересно. Но это получается очень сложно, то есть это не просто, кажется, перевод такой… Нет, это не Google Translate. Да, не Google. Хотя вот, если мы говорим про Google Translate, сейчас все озабоченные проблемами искусственный интеллект настолько быстро развивается, и говорят уже о том, что появляются переводчики, которые именно с искусственным интеллектом, которые всё лучше и лучше справляются с переводом. И не боитесь ли вы, что вот искусственный интеллект отберёт работу? Я думаю, что вот документы и такие вещи, договора, да, можно переводить с программами, то есть, ну, или полностью, или частично, что программа помогает, да, там, но литература, если это искусство, там есть и душа, и машина это никогда не сможет. То есть, ну, например, если у моего компьютера есть память, что вот такое-такое-то слово или словосочетание, я в другом тексте переводила так и так, но теперь же это другая книга, другой автор, другой голос, другой ритм, там, ну, если я буду, сперва увижу, что мне советует машина, это не будет, ну, это не будет живое, не знаю, как это объяснить, но… То есть, литературу так переводить нельзя. Документы, да, но не искусство. Тем более, машина не сможет связаться с автором. Сможет, сможет, но это будет совсем другое, потому что это, ну, когда я перевожу книгу, это очень интересный такой процесс, когда сначала ты пишешь, 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 и нет души в этом тексте сначала, ну, в латышском, и получается какой-то период сливания с текстом, и тогда в одно утро ты просыпаешься, и пошло, и начинаешь снова всё с начала, получается, ну, когда находишь голос и ритм каждого автора, каждого текста, это очень интересный процесс. Ну, вот удивительно, что вы переводите с разных языков, и насколько меняется ритм, насколько меняется сама литература, если это итальянский, литовский, испанский или каталонский, то есть, вот, какие, вот, например, да, испанский и каталонский, насколько вот даже вот эти вот оттенки… Ну, испанский и каталонский отличаются, например, ну, так, как латышский и литовский, то есть, всё время надо быть на чеку, чтобы, ну, эти «вилтсдрауги», похожие слова, которые означают совсем что-то другое, но если ты специально не учил этого языка, ну, невозможно понять, ну, вы понимаете по-литовски, например? Я нет, к сожалению. Ну, тогда, ну, испанский и каталонский, по-моему, ну, похоже эта разница между языками. Я всегда смеюсь, что все эти мои четыре языка, с которых я перевожу, они все католические, и это часто чувствуется, этот, ну, фон. Именно католический? Да, но так получилось. А что, действительно, вот что есть общего в этих языках или в культуре, или в ментальности авторов? Ну, вот это, наверное, единственная деталь, которую я нашла. Ну, это всё, всё нечаянно как-то получилось, но все языки ко мне, они как-то, ну, сами пришли, это как-то так, наверное, литовский единственный, который я так осознательно выбрала, что я поехала в Вильнюс учиться, и… А эти другие, они как-то… Первые лекции вообще даже не слушали, почти не знают. Ну, я начала свои студии в Вильнюсе со второго курса, и все лекции сразу были на литовском, а я умела, ну, самоучка, ну, что я умела, кофе купить или автостопом, ну, когда ездила, то, ну, дорогу попросить, сказать, куда мне надо. Ну, это самый лучший метод, как языки учить, ну, такое погружение в среду, и, ну, тебе нет, просто нет вариантов. Все вокруг говорят по-литовски, и через какое-то время, после какой-то периода головной боли, ты всё начинаешь понимать, и ещё через какое-то время начинаешь и говорить. Это такой метод, который можно посоветовать для изучения? Всем советую, да, конечно. И главное, не бояться, не бояться говорить, вот я теперь тоже русский говорю, я даже слышу, и свои акценты, и ошибки, но надо говорить, а по-другому же невозможно. Я знаю, что Шлиман, по-моему, изучал языки, он ходил в церкви на службы, вот прослушивая на этом языке, он тоже пытался погрузиться в язык. То есть, в принципе, если есть, сейчас же есть возможности в интернете смотреть фильмы, телевидение, то есть массу каких-то… Да-да, хотя, ну, в Netflix есть куча сериалов на самых разных языках, и YouTube полный всего, и также есть разные группы, где, ну, в интернете, где люди просто друг с другом разговаривают, каждый, ну, и учат друг другу языки. Теперь возможностей выучить это, ну, куча возможностей, любой язык. А как получилось, что всё-таки вот вы стали изучать много языков? Я, по-моему, если я не ошибаюсь, ведь немецкий выучили в школе, да? В школе, в школе был иностранный мой, да. То есть, это ещё можно добавить, вот русский, немецкий, это ещё просто мы говорим, что… Ну, русский, ну, все советские дети говорили по-русски. Немецкий учила, да, ну, английский, мы все более-менее знаем, французский учила какое-то время, турецкий учила, санскрит, Подождите, это сколько тогда? Нет, ну, я же их не знаю, то есть, я перевожу только с этих, которых вы назвали. Но, а зачем тогда учить языки, для чего? Ещё дополнительно? А, это интересно, интересно просто. Ну, вот, ну, как санскрит я учила в Вильнюсе, когда я думала, что я буду заниматься языкознанием, там, сравнительной балтистикой и всё такое. Потом поняла, что я, по сути, я не учёный, я аматный экс. Да, я понял, ремесленник. Да, что мне надо что-то практическое делать, а не большие вопросы задавать и искать ответы. Мне надо, ну, там, вязание, крючком или вышивание, или перевод. Это очень похожие дела, по-моему. Перевод вы считаете ремесленной работой? Да, там надо очень-очень много терпения и ответственности за каждое слово, или за каждое, ну, каждое деталь, что-то делаешь, как ремесленник, так, ну, так и так же. Каждое моё предложение очень похоже на это. У Жуковского, вот, русского поэта, есть мысль, что переводчик в прозе, да, он говорит, вот, ремесленник, а переводчик в поэзии соперник. То есть, получается, что… Ну, там больше свободы, конечно, а, ну, так же, как в искусстве, ну, художник, наверное, больше, дальше уходит от традиций, он должен делать что-то новое, что-то небывалое такое, а ремесленник, он связан со своей традицией больше. Ну, и так же в прозе у меня есть вот эти, мой текст, от текста автора, от которого я, ну, никак не могу уйти далеко. А сколько уходит на перевод одной книги, учитывая, что приходится и погружаться в культуру, приходится переписываться то с автором, то с носителями языка? Ну, это очень по-разному бывает, потому что есть, не знаю, детские книжки, где там больше картинок, чем тексты, и бывают эти романы, где тысячи страниц, такие тоже у меня были. Самое долгое, по-моему, было, ну, не говоря первой, которая была два года, я переводила, это как хобби было, имя Розы, но потом было так, что даже девять месяцев одну книгу, но в среднем я сказала бы, ну, три-четыре месяца одну книгу, очень по-разному, очень по-разному бывает. Иногда текст сопротивляется просто, и никак. Можно представить себе, что есть, ну, например, Умберто Эко, и могут быть просто какие-то любовные романы, где более простой язык, более какие-то. Что интереснее, ну, что тогда, вот, учитывается ли эта трудность текста, когда идет разговор с издательством, например, и вам предлагают работу, то есть вы понимаете, что, может быть, лучше взяться за более простую, ну, то есть если просто объем страниц, ну, боже мой, я возьму лучший любовный роман, чем буду какую-нибудь такую философскую глубокую книгу. Ну, интересно, что я в каком-то смысле устаю и от таких, и от таких текстов, и когда от всех этих умниц я устала, очень приятно, что-то попроще. Я говорю, ой, нет, это тоже неинтересно, лучше я что-то посерьезнее буду делать. Так что, ну, найти равновесие между таким и таким. А что читают переводчики просто для удовольствия? И, кстати, вот на каких языках тогда, получается, вы читаете? То есть для вас имеет значение читать, например, ну, литературу европейскую в оригинале или все-таки, ну, в переводах на латышский язык? Ну, у меня такая ситуация, что у меня большинство друзей тоже или сами пишут, или переводчики. И, значит, я читаю много то, что они перевели. И вот тогда можно сказать, что вся Европа получает, что каждый из другого комплекта переводит. Ну, вот это я читаю много на латышском, значит, эти переводы и оригинальную латышскую литературу, потому что, ну, мне надо обязательно читать на латышском, потому что это, ну, в каком-то смысле и тренировка, но это же, «Мансдарбрейкс», да? Да, да, да. Ну, я работаю с языком, и нельзя уйти слишком далеко от своего языка, то есть чтобы не появились какие-то влияния чужих классиков. Иногда тоже надо перечитывать, чтобы вспомнить, что такое язык. А как много приходится вот, ну, то есть получается, что чтение на литературу — это не только развлечение, но и в какой-то степени, ну, часть профессии всё равно. Ну, так получается, что, ну, всё время какая-то часть ума следит и там что-то хочет поправлять или перевести по-другому, или когда вот я читаю по-литовски или по-итальянски, сразу же получается, что я думаю, а, можно ли это перевести, надо ли это перевести, кому бы это, с которым издателем поговорить об этом, надо, не надо, и как бы я это переводила, но это невозможно отключить. То есть просто читать, читать книжку — это не всегда получается. Книга находит вас или вы находите книги? Вот как происходит этот контакт? То есть вот вы сказали, что, может быть, читая книгу, вы думаете, о, как было бы здорово её перевести. Вы предлагаете или вам предлагают? По-разному получается. Ну, бывает, что я просто, ну, слежу, что в моих этих языках, что выходит, или друзья советуют, ну, там, не знаю, листовские друзья, о, у нас такая книга, ты должна это прочесть, да, или там читаю рецензии и смотрю, что можно было бы интересно и читаю. И сами издатели, и агенты, ну, агенты авторов, они присылают всё время тексты, то есть, ну, какая-то лавина текстов, которые всё время валятся на меня, и очень медленно читаю, и книги в компьютере или на полу просто такие кучи всё время, и как-то не справляюсь с этим. Ну, вот тогда я иногда что-то нахожу, что мне интересно, и тогда говорю издателю, что вот это нам надо. Потом другой вариант, что издатели также получают текст и следят за тем, что происходит в других странах, на эти грамоты, да, книжные, да, ярмарки. Да, ярмарки, да, и вот это другой вариант. И потом просто те авторы, которых я уже переводила, что они же все, те, которые живые, они все продолжают писать, и я продолжаю их переводить. Например, вот сейчас я работаю с текстом «Алассандро Борико», это, по-моему, уже 13-я его книга, которую я перевожу на так, ну, долго. То есть мы очень много времени провели вместе уже. А вы встречались? С ним нет. То есть это только какие-то по почте, получается, да? Ну, как с кем? Я не со всеми авторами переписываюсь, это очень по-разному. И не все авторы это и хотят. Или нет у меня иногда желания общаться. Но это как с которым? Больше всего я, наверное, общалась с литовской Кристиной Соболевской. Цикл исторических романов про историю Литвы. У меня было очень много вопросов, и она такая, которая очень следит за работой переводчика. Если менять одну запятую, тогда все это только с ее разрешением. Потому что я однажды разговаривал с писательницей, к сожалению, сейчас не могу точно вспомнить фамилию, русская писательница, которая живет во Франции. И когда переводили ее книгу на французский язык, она потом очень ругалась на переводчику. То есть она говорит, я ей звонила, потому что она отнеслась очень халтурно, не зная, что я все-таки французский тоже знаю. И я вот прочитав, увидела, что она тут очень вольно обходилась с какими-то вещами, какие-то вещи она просто там, ну, что-то поменяла, что-то сократила. И вот насколько это, ну, считается ли, ну, так скажем, хорошим тоном в руках переводчиков? Ну, сокращать без разрешения автора, ну, нельзя. Ну, нельзя. И вообще, если что-то менять, это есть или нет точности. То есть бывает, что это ты осознательно делаешь, потому что так почему-то надо. Ну, а если, ну, халтурно, это совсем другое. А как, иногда бывает ведь ситуация, когда выходит целая серия романов, и вот кто-то начинает переводить, затем вдруг начинает другой переводчик подключаться. Иногда бывает просто, когда одна и та же книга в разных переводах появляется. С Гарри Поттером, по-моему, было вот в России в свое время страшное возмущение, когда появилась другая переводчица, и она стала по-другому переводить имена. Платышка тоже, да. Первая книга отличается, некоторые имена. И вот здесь вот что, как, потому что ведь люди начинают, ну, люди привыкают. То есть они прочитали, и затем, я помню тоже вот когда даже Конан Дойля в детстве старые переводы всегда переводили Уотсон, а затем прижилось… Платышка тоже два варианта. Доктор Ватсон. Да. И я помню, что я как-то метался, я не мог понять. Вот мой… Я в первом открыл Уотсона, а потом вот я не мог привыкнуть к доктору Ватсону, хотя потом, ну, понятно, что привык. Вот как эти имена, иногда вот транскрипции имен. Да, это сложный вопрос. Ну, то есть мне не было таких случаев, когда другой кто-то начал, и я продолжаю, но снова, теперь это очень легко. Есть, ну, не знаю, сайт Форво, где можно послушать произношение любого языка, любого слова. Но есть разные традиции, как писать по-латышски, те или другие имена, и тогда бывают споры с редактором или с корректором, который, ну, представитель той или другой школы, как надо писать. Ну, тоже интересная часть работы, конечно, получается. Да. Но так у меня есть консультанты, которые мне дают советы, как, что делать с именами с того языка или с другого, или с реалиями того или другого языка. По-моему, каждый переводчик набирает сеть своих консультантов. Потому что, например, меняются действительно вот транскрипции, потому что раньше фамилия, ну, вот Дуглас, она произвелась как Дуглас, сейчас на английский манер многие говорят Даглас. Я вот сам помню, как было в одной книжке написано «Майкл Даглас, сын Керка Дугласа». Хотя, ну, вот у них одна и та же фамилия, но просто вот где-то редактура пропустила и переводчик. То есть, именно я очень смеялся, но это вот действительно вот факт был опубликован, потому что просто мы уже привыкли писать «Майкла» как Дагласа, а не как Дугласа. Вот здесь вы консультируетесь, да? Приходится только так решать. Что, у нас сейчас время небольшого перерыва, после чего мы вернемся и продолжим разговор. Датса Мейера, переводчик с итальянского и испанского Литова. Продолжается разворот и телефоны в нашей студии 67212-93-9, 67213-93-9. Вы можете звонить, задавать вопросы. У нас сегодня в студии Датса Мейера, переводчик, переводчица. Я не знаю, вот в русском языке можно сказать и так, и так. Некоторые вот не любят феминизм, поэтесса. Например, вот назовите им, я поэт, женщины говорят. Это какие-то вот уже тонкости пошли тоже языка, с которыми мы сталкиваемся. И да, вот вы упомянули о том, что вы читаете, стараетесь читать современную латышескую литературу для того, чтобы постоянно как-то вот обновлять словарный запас. Как вы относитесь, ну вот ваши какие-то, может быть, не знаю, прогнозы, опасения о том, куда дальше развивается латышеский язык? Нужно ли ему, например, заимствовать слова или нужно придумывать свои, например, ну вот как, например, датарс, там, компьютер. То есть в русском языке тоже очень большие дискуссии идут и очень боятся засилия каких-то англицизмов, того, что приходит. И не всегда, ну вот в русском языке приводят примеры, что можно сказать это слово по-русски, но обязательно вот какие-то там менеджер, там используются какие-то термины, которые, в принципе, которые можно найти аналоги в языке. Вот как вы считаете? Ну я думаю, что язык – живой организм, и в каком-то смысле этот язык, он сам выбирает, что из заимствований или из искусственно придуманных слов, что он забирает, и что будет этот язык употреблять, и что уйдёт куда-то, да, куда-то потусторонний мир языка, да. И надо и заимствование, надо и новые слова, надо и старые слова, и всему находится место в живом языке. И также в книге надо пускать именно такой язык, какой он есть. Если там диалоги, то они должны быть на том латышском или на том русском языке, как люди по-настоящему, как они разговаривают, а не на придуманном каком-то, как мы бы хотели, чтобы не разговаривали. Мне так кажется. А в русском языке ведь есть тоже интересная проблема, ну не проблема, но, например, русский язык, который сохранился в эмиграции у старых эмигрантов, он как будто бы законсервированный. Ну латыша похожа очень, да. То есть такая же, да, есть ситуация? Да, 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 есть формы, которые они используют, а мы нет, и им кажется, что мы страшно обошлись со своим языком, что так нельзя говорить. Ну и вот как вы считаете, это на чьей стороне тоже правда? То есть это язык жив? И там, и там, но это же был натуральный, живой процесс, это не какой-то, ну это не сорняки, это живые слова, которые пришли в язык. Это одно. Это всё, потому что это живое. И если всё время только, ну, обрезать, 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 это ничего хорошего не получается, по-моему. Насколько сейчас вот ситуация с литературой в латышском языке позволяет развиваться живому языку, учитывая, что всё-таки, ну вот маленькая страна, маленькое количество читателей, то есть вот это не ограничивает ли это какие-то вот возможности авторов, может быть, вот в развитии литературного языка? Да, я думаю, что литература наша, ну, сейчас в хорошем положении, и что каждый, кто хочет писать, может найти эти, и возможность опубликоваться, и много молодых людей, которые читают, и много молодых людей, которые пишут, и много молодых авторов, и есть все эти школы писания, да, и есть курсы для молодых авторов, для молодёжи, где там лекции, практические занятия, и также есть, ну, поддержка со стороны, ну, государства, есть скультур, капитал, фонд со своими стипендиями и так далее, всё не так плохо. Ну, конечно, сам народ или сам язык решит, будет ли он жить или нет, ну, будем ли мы читать, будем ли мы говорить по-латежски, это никто не знает, это мы узнаем через 20, 30 или 100 лет, будет или не будет. Но это, прежде всего, зависит и от желания действительно читать и создавать что-то на родном языке, и вот насколько сейчас, например, можно говорить о том, что вот мировая литература, она переведена на латышский, хороший латышский язык? Ну, не вся, конечно, потому что это очень зависит, есть ли конкретные люди, которые заинтересованы в ту или другую литературу, это очень зависит от персоналия, если, ну, такой, скажем, маленький народ и маленькое государство, я, например, вижу, что на литовском намного больше разных переводов, не знаю, с турецкого или с арабского, которых у нас нету, или с других восточных разных языков, просто нету людей, которые бы переводили, вот сейчас появляется больше переводов с еврей, наконец-то, или с украинского появляются, но это потому, что есть люди, которым это интересно, которые это делают. В нашу прошлую встречу Вы как раз приводили, по-моему, книги и произведения, которые до русских еще не переведены, но они были на латышском. Вот что-то, может быть, из тоже каких-то таких интересных, хороших примеров, которые можно было бы нашим читателям, ну, слушателям посоветовать и читателям почитать на хорошем, вот, в латышском языке? Ну, вот та самая литовская литература, ну, Кристина Соболевская, это, по-моему, по-русски не переведена до сих пор, то есть она не нашла переводчик, которые бы на польском есть, по-моему, уже три романа, если я не ошибаюсь, если читаете по-польски, но если нет, тогда читаете по-латышски. Из последних книг, которые вы переводили, я понял, что это Александра Барийко, новая книга, вот, и вот, и что, может быть, еще из каких-то таких вот? Из таких важных моих переводов вышло на латышском Жаоми Кабре, как переводить? Я исповедуюсь, я признаюсь, это, ну, очень важный роман каталонской литературы. Вот интересно, что скоро выйдет на латышском, наконец-то, «примо леви» в моем переводе, как это переводить по-русски. То есть, ну, это его история, автобиографическая его история про то, как он почти целый год возвращается в Турин домой из Аушвица. Но это, ну, там и страшно, и в то же время много юмора, и такого чуть-чуть черного юмора, и эти самые разные персонажи, и весь этот хаос в последние дни войны, и первые месяцы после войны, он делает такой большой круг через, ну, там, Польша, Белоруссия, Украина, Бессарабия, и все эти очень хорошие книги. Вот выйдет, наконец-то, «примо леви» не был переведен, и тогда выйдет скоро, если вы читаете «Платышский совет», то «Итало Калвино», роман тоже классик, классик итальянский. По-моему, по-русски переведена и та, и другая книга. Конечно, это классики, значит, русские успели намного раньше все это сделать. Ну, тут можно получить двойное удовольствие и пользу, то есть потянуть, может быть, знание своего латышского языка и прочитать хорошую книгу. Это хороший метод, как вообще учить языки, что, ну, ставить рядом две книжки и читать. Ну, конечно, тогда надо такие переводы, ну, и переводчик, которым вы доверяете, что вы знаете, что точно будет хороший перевод и точный язык. Я знаю своих несколько друзей, ну, таких настоящих, полиглотов, которые, они начинают новый язык, они берут книгу, которую они много раз читали на других языках и просто начинают читать. То есть, ну, тоже метод погружения такого, что ты текст знаешь, и он как-то сам открывается и сам показывает значение своих слов. А могут ли устаревать переводы? Потому что я знаю, что периодически, ну, да, вот заказывают новые переводы уже спустя там, ну, особенно какой-то классической литературы, которые переводились, может быть, там, даже и 50-60 лет назад. Вот язык уже ушёл немножко вперёд, и вот иногда бывает, что издательства хотят в новом переводе. Да, у нас тоже есть такие переводы, которые, ну, когда по нескольку раз переводили, вот то, что кажется нормально и хорошо в оригинале, в оригинале, ну, то есть, ну, если по-русски или по-латышски написана книга, это какие-то странности, которые уже устарелы, и что это, простительно, оригинальная литература, то в переводах это уже кажется как-то странно. Почему так? Надо делать новый перевод. А совсем недавно вот прошло заседание, дискуссия латвийского пэн-клуба о свободе выражения, и там принимали вы вот участие с, там, Янис Петерс и многие другие уважаемые люди. Речь шла, я понимаю, что о том, что многие художники боятся, что какие-то слишком их резкие какие-то высказывания, резкие какие-то темы, которые они берут, могут не найти отклика в обществе, и это становится причиной такой самоцензуры. Вот насколько художник должен ли пытаться понравиться читателю, ведь для кого-то, ведь он действительно делает... Ну, если он художник, тогда нет, тогда свободы, конечно, важнее всего, и идеи, которые он хочет выразить. Но в этой дискуссии больше всего речь шла о том, о школах, и о той, в каком-то смысле, цензуре, которая появляется в школе, когда учителя боятся говорить с детьми про разные такие сложные темы, как гомосексуализм или разные такие проблемы, которые важны, с которыми любой человек в жизни встречается, но какая-то часть родителей может быть против этого, что с детьми об этом говорят, и что учителя боятся просто. И алкоголизм, например. Ну, там был случай, когда стихотворение, по-моему, Карлса Верденча, где там, ну, папа пьёт, там, там, выходит из семьи, и вот читали дети. В школьной программе. В школьной программе, что это наша реальность. Люди так живут. Это возможность это обсудить, как это пережить и так далее. А кто-то из родителей что-то читает, что такое, как так можно только. Мы можем и только про солнышко, про цветочки, про прекрасную жизнь, и закрывать глаза, и тогда проблемы не будет. Вот про такую цензуру мы там много разговаривали. И, по-моему, надо говорить с детьми про всё. Конечно, на их уровне, чтобы было понятно, но нельзя избегать таких тем, которые повсюду, которые наша жизнь. Вот я, кстати, помню, что есть, когда я читал в детстве, там, сказки братьев Гримм и других авторов, там были вот именно какие-то адаптированные для детей сказки, а на самом деле, когда ты их читаешь уже в более взрослом возрасте, ты понимаешь, что там есть вещи, которые просто, может быть, были убраны и смягчены там какие-то моменты, людоедство, и там, ну, то есть, чтобы не напугать детей. Вот насколько вы считаете, насколько… Ну, я думаю, что надо оставлять старые полные версии, и если человечество всегда рассказывало детям эти страшные сказки, значит, есть причина, почему. Что это, ну, человек, когда он читает книгу, где разные переживания и смерти, и близких людей, и, ну, там, героев романов, которых ты любишь, и ты как-то можешь научиться, что делать с этими переживаниями, когда они в твоей жизни. То есть, ну, детям тоже надо читать книги и про смерть, и про болезнь, и про потери страшные. То есть, ну, когда ты это встречал в книге, тебе легче потом, когда ты это встречаешь в твоей жизни. Вот, например, один из самых важных моих переводов – это детская книжка «Анджело Нанетте». «Мой дедушка» был в вишневом дереве. И вот там про потерю очень близких людей, да, там дедушка и бабушка умирают, и эта книга стала, ну, просто бестселлером, и получила тут несколько и премий, и читают и дети, читают взрослые, и почти все плачут, да. И эта книга, которая помогает им мне. Я встречала много людей, которые говорят, вот у нас в семье тоже вот именно вот так случилось, и что эта книга очень помогла именно детям, ну, перейти через эти переживания, что это, ну, ты как будто переживаешь это в тексте, а не в себе. Да, у нас вот есть звонок, я вас попрошу надеть наушники, будет слышно тогда нашего гособеседника. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Ваш телефон остался включен, значит, Гаврилов здесь. Ну, вот вопрос к переводчику. Ведь очень трудно стихи переводить, да. В стихах важно именно вот эта рифма, как я понимаю, форма. И второй вопрос, а называется, может ли, вот к переводчику как раз, может ли переводчик дать больше, чем сам автор хотел дать, понять это произведение лучше, чем автор. Спасибо. Спасибо. Я стихи не перевожу. То есть я перевожу стихи только изредка, когда какие-то там фрагменты в тексте, когда по-другому не получается. Но если в моём тексте встречаются какие-то длинные цитаты, или если это антологии, где стихи тогда я делаю подстрочники, и мои друзья-поэты, профессиональные поэты, если так можно говорить, делают уже настоящий перевод. Я работаю только с прозой. Но и в тексте прозы тоже есть ритм, и своя музыка. И это очень важно, не потерять ритм и мелодию каждого текста. И я всегда перечитываю, не в полном голосе, но полуголосом я все свои тексты перечитываю, чтобы они звучали, чтобы я почувствовала, есть ли этот ритм, держится ли всё вместе. А второй, получается ли что-то по-другому открыть, что автор, может быть, даже не открыл? Наверное, нечаянно иногда получается. И ещё бывает, что переводчики, они чуть-чуть всё-таки отредактируют текст. Вот сейчас мы признаёмся наконец-то. Признаёмся. Но иногда так получается, что это было бы смешно говорить, что перевод может быть лучше оригинала. Но он всё-таки отличается. Как, когда? То есть это всё... Есть шутка действительно об одной русской переводчице, которая говорила, что книги Курта Вон и Гута сильно выигрывают в её переводе. То есть даже как-то шутили в этой переводе. Ну, нельзя писать лучше, чем автор. Ну, нельзя этого делать, но в любом случае это подделка. Перевод — это подделка. Как, получается, что это? Ну, как, ну, есть оригинал, вот настоящее искусство. А потом мы эту картину, мы её делаем подделку. То есть я играю автора, или, может, это роль, да, но всё-таки оригинал — это оригинал. Ну, вот, получается, что... Не надо верить переводчикам, да. Не надо верить. Всё это ложь. Но ведь зато действительно мы не владея, может быть, огромным, ну, может быть, одним, двумя, тремя языками, но всё равно невозможно, наверное, знать все языки. И это открывает, как раз переводчики открывают возможность познакомиться с литературой, с другими народами, с другими... Я думаю, что почти всё, что мы знаем про мир, это то из книг, которые мы в детстве или в юношестве прочитали, что каждая страна в моём представлении, она такая, какую я прочла в книжках когда-то. То есть, ну, где-то глубоко в предсознании первый этот образ из книг всегда. А можно ли предположить, что у латышского читателя есть какие-то свои вот предпочтения, свои какие-то, может быть, ну, вот, то, что попадает вот в камертон, ну, ментальности, вот какие-то любимые авторы, потому что, ну, вот, не знаю, у русских читателей вот есть удивительная любовь к французской литературе, к английской, к немецкой, может быть, меньше почему-то. Ну, то есть, вот где-то что-то совпадает, что-то не совпадает. Ну, я думаю, что у нас исторически очень любят скандинавов. Это, ну, весь 20-й век много переводили и до сих пор очень любят литературу тех стран. Наверное, ближе, ментальность, да. То есть, даже здесь больше переведено, чем, ну, может быть, в других странах, да, переводится? Вот не знаю, тогда надо на факты и цифры смотреть. Это такое представление, что их много здесь переводят и много читают. Вот есть ли какой-то особый ритм вот в этой католической прозе, которую вы переводите? То есть, вот что-то особенное вот в этом ритме? Нет, я думаю, что каждый автор, он всё-таки сам по себе, у каждого автора свой голос и даже может отличаться с одной книги, с другой. В переводах, вот эти разные переводы, как переводчики, встречаясь между собой, они оценивают ли друг друга, каким образом они, может быть, ну, дают понять там, что что-то вот здесь-то не так, а здесь, может быть, о, там, молодец. То есть, есть ли какие-то, какое-то такое сообщество переводчиков, где вот по гамбургскому счёту, как говорят по-русски, оценивают их? Ну, я же, я говорила, что почти все мои друзья, они переводчики. И мы друг с другом много советуемся, и когда в тексте бывают какие-то проблемы, друг друга спрашиваем совет, советуемся друг другу, и друг друга читаем. И тогда иногда находим что-то, какие-то вещи, и показываем это друг другу. Если есть такой, между нами такой договор, когда, ну, можно я тебе скажу, что вот это нехорошо, так не делай. Это очень-очень важно, это вот очень помогает. Будущее книг. Вот насколько вам кажется, что читает ли молодое поколение, насколько для них это важно, сохраняться, потому что в какой-то момент забеспокоились, что бумажные книги даже выходят из обихода, люди читают в основном в гаджетах. Никуда они не пропали, эти бумажные книги. И я думаю, что люди очень-очень много читают, только они читают не книжки, они читают и литературные тексты, но литература, которая, скажем, литература малых форм, читают блоги, читают записи Фейсбука, которые тоже часто литературны, не знаю, в моем Фейсбуке очень много литературы, которая вот там, пишется именно туда, в Фейсбук. Много авторов, которые пишут там. Это тоже литература. Это не книжка, но это литература. Каждый солдат, говорят, у себя в ранце носит маршальский жезл, есть такая поговорка. Вот есть ли желание, ну вот амбиции все-таки написать вот лучше, чем вот, господи, да я же могу все-таки и лучше написать. Нет, нет, я сама писать никогда не буду, я так думаю, что никогда не буду, потому что, ну, почему мне писать какую-то плохую книгу, если есть так много хороших книг, которые еще не переведены, и которые, по-моему, есть смысл перевести. То есть я знаю много классиков, которых я хотела бы перевести. Кого, например? Еще много Калвино, например, и Курцио Малапарте, и того самого Примо Леви еще и так далее. Работы еще много. Переводить и переводить. И мои авторы, они все продолжают писать и присылают свои новые романы, и появляются новые авторы. И вот я сейчас поеду в Литву, там будет семинар переводчиков литовской литературы, и там снова будут кучи-кучи самых разных книг, и будут лекции про то, что новая хорошая литовская литература. Только просто не успеваю все перевести. Да, я готов подтвердить, что мы с большим трудом смогли сегодня пригласить в Инденцию Мэйры, потому что буквально вот все время посвящено переводам. И прийти вот... Я понимаю, что вы работаете по ночам, да, в основном. А почему? Это самое спокойное время? Никто не беспокоит, ничто не мешает, и тогда это как будто единственная причина, почему я там сижу, но я сижу и перевожу. Спасибо вам большое. Переводчица Датса Мэйра сегодня была в нашей студии в «Развороте». Удачи вам и ждём. Спасибо.